Зоозащитники Алма-Аты бьют тревогу. Информация о жестоком обращении с животными регулярно появляется в новостных лентах. Сегодня разберемся, почему закон о защите животных не работает. В этом году общество потрясло два вопиющих случая. Первое – обнаружение бойни, где убивали и разделывали собак в Карасайском районе. И шокирующая находка в виде мешков с останками собак в Толгаре. 8 по 10 число мне скидывают информацию августа, что в Толгаре в Баке обнаруживают останки собак. Это голова, хвост, шкура, лапы. Короче, скальп. Поднимаем, ажиотаж начинается, пошло, зазвенело, загремело. И получается, что? Результат какой? Никаких результатов нет. Хорошо. Там замяли дело Толгарский район. Это мы будем еще поднимать как зоозащита лично, потому что держу на контроле. Проходит нам всего две недели. И страшная такая находка у нас происходит в Карасайском районе, поселок Айди. Там чисто случайно находят бойню, где убивали собак на мясо, на жир. Ажиотаж, бах, вспышка, вулкан, все, кольди, кольди, кольди. Потом бах, она затекает. Появляется какой-то другой момент, там где-то отстрел идет по Казахстану, там что-то. И вот это то, что произошло по кольди, оно уже ушло в ленту, потому что уже прошло более двух месяцев. И сам немаловажный фактор в чем? Что буквально, как сказать, они где-то, наверное, месяца через полтора только пригнали туда трактор. Это лично мне прокурор района Женебек сказал. И что вывезли оттуда останки. Алина – зооволонтер. Именно она совместно с подругами смогла обнаружить вот это место, где, как выяснилось, убивали и разделывали собак на мясо. Эта история похожа на детектив. Но, к сожалению, это не вымысел. Все началось с того, что Алина захотела спасти Сотлова черно-белую собаку. На тот момент я не могла забрать черно-белую собачку. Она прям стояла и вот смотрела такими глазами. Не было куда ее забрать. И я, получается, сутки думала и решила все-таки поеду, заберу. Это было, по-моему, 23-я среда. И я позвонила своей подруге Мине, волонтеру, такого мужа Скелена. И мы с ней поехали после работы вечером. Мне позвонила предварительная охранника и спросила, никого нету, можно мы заберем черно-белую собачку. Он говорит, приезжай, Алина, никого нету. Когда мы туда приехали, мы увидели, что есть отловщики. И они прям выталкивают своего же охранника. Я подошла к охраннику и говорю, что случилось? Он такой, я не знаю, они приехали. Мне сказали езжать домой. Говорит, ну извини, я домой поехала. И он ушел. Ну, в итоге мы там простояли, наверное, часа три. Они мне выгоняли все это время. Обзвонила всех, начиная с начальства ветеринарии Толдыкургани, да, качая их начальство. Меня никто не пустил. Все сказали, приезжай утром. Утром в четверг. Собаки там были, мы слышали. Окей, мы уехали с Миной. Рано утром в четверг мне звонит Кушербай. Это ветврач, который занимается усыплением, автоназией животных. И говорит, Алина, вы ночью зашли и выпустили всех собак. Приезжает хозяйка, а собак нету. Приехав в отлов, девушки не обнаружили нужной им собаки. Также свою собаку искала одна из местных жительниц. Часто собаки пропадают. Они когда ловят, люди там, соседи, кто-то видел, что отлов именно забрал собаку. Потом люди бегут в отлов, эту собаку не находят. Ну, соответственно, они звонят начальству, милиция, скандал. Потом собака чудом в грязном виде, в очень грязном виде. Там проходит несколько часов, а собака в таком вонючее, грязное, хотя они ее чистую забрали, они ее возвращают. Чудом, откуда появилась? И это продолжается долгое время. Я говорю, а вам не вернули? После скандала обычно они там, а, вот тут где-то собака ходит. Обычно возвращают. Я говорю, значит, ее уже нет живых. Ну, просто они ничего не могут сделать. Через какое-то время женщина перезвонила. Она рассказала, что обнаружила место, где убивают собак. Она видела трупы и внутренние органы. О том, что мы обнаружили бойню, только охранник слышал. Я не знаю, он сообщил, он им не сообщил. Ну, буквально, вот когда мы начали выезжать, подъехали отловщики на своей машине, они нам перекрыли дорогу, закрыли ворота и удерживали нас в течение часа. И уже сюда, когда попали, тут было все чисто, все зачищено, но собак они не вывезли, не успели. Вот. И, получается, в тот день, до трех ночи, я потом была в милиции, давала показания, писала заявление. Уже на следующий день зооктивиста обнаружили за сараем останки животных. На место выезжала следственная группа. Волонтеры забрали собак. Прокуратура сейчас держит это все на контроле. Дело находится на стадии рассмотрения, расследования. Но многие материалы дела в целях следствия не разглашаются. Дело в том, что, значит, они сейчас имеют одного подозреваемого. Одного подозреваемого. Он признает вину свою, значит, и... Но тут хитрый ход, это лично мое мнение, так как такое количество животных, начиная с 2019 года... Почему с 2019 года, объясню, Кольде именно. Потому что с 2019 года он снимал там аренду, оказывается, оплачивал. По данным активистов, останки животных были вывезены лишь через полтора месяца. Все это время на месте преступления проживала семья. Еще один подозрительный, немаловажный фактор стоило только, мы когда эту бойню обнаружили. Получается, это место преступления. Но буквально через 4 дня девочки поехали туда и обнаруживают то, что там живет уже семья. Живет семья с шестью малолетними детьми. И место бойни используется уже как склад, как сарай. Стоит велосипед, стоит утеплитель, это все отсняли мы на видео, и ножи так же торчат, крюки висят. Это, конечно, вообще нечто. Мы стали поднимать тревогу в чем? Что когда туда поехали волонтеры, поехала мина, и вот то, что она там отсняла, и она тут же следом увидела, что там были снова собаки. Собаки содержались в ненадлежащем, ни будки, ничего не было, собаки были истощены. Тут же валялись какие-то щенки, говорят, что якобы щенилось, погибли, они их не утилизировали ничего. Ну, вообще, должны же опечатывать место преступления, так грубо говоря. Но через неделю тут уже были люди, жили жильцы с детьми, коляски, игрушки. На заднем дворе трупа собак. Это не смущало ни арендатора, ни арендатора, ну, и никто в аренду взял помещение. Почему ничего не опечатано, мы не знаем. Мы находимся на месте, где пару месяцев назад была обнаружена бойня и скотомогильник. Так как место не было оцеплено, и уже через неделю здесь проживали новые жильцы. Как мы и можем сейчас заметить, место, где были найдены тела животных, сегодня захламлено. Сюда, видимо, специально скидывается мусор. Сегодня здесь живут квартиранты. Даже несмотря на то, что буквально за домом разбросаны черепа и кости животных. Здесь до сих пор стоит едкий неприятный запах. Более того, у новых жильцов имеются коровы, которые пасутся здесь среди мусора и костей. О масштабах убийств, которые здесь происходили, можно догадываться только по количеству черепов, которые находятся на этой поляне. Со дня обнаружения бойни прошло два месяца. Однако Алина, как заявитель о том, что велось следствие и к чему оно привело, не знает. Девушку волнует вопрос, была ли пройдена проверка службы отлова. Она уверена, что сотрудники этого учреждения также должны быть в рядах подозреваемых. Почему прямая связь с карасайским отловом? Черная-белая собака, о которой я вначале говорила, я поехала за ней, ее не было уже там. Я приехала утром, ее уже нет. Получается, ночью, когда мы приехали, мы же не дождались, мы уехали. Надо было нам ночевать, скорее всего, там. Просто, чтобы не позволить им выехать с этого отлова. Ее уже убили, получается. Потому что на следующий день, в какой-то могильнике, она вот прям сверху, где вороны клювали, она вот лежала. И там вот прям конкретно есть фотографии, как собака в отлове на петле, ее отловщики поймали. Как эта же собака, просто там рисунок у ней, ну такой рисунок отличительный. Это она по рисунку на мордочке, она черно-белая. Ее вот голова прям и шкура валялись там. Но по делу проходит лишь один подозреваемый, со слов которого он занимался этим единолично. Собак резал для того, чтобы самому употреблять их мясо. В этот раз, что он попался, и то, что он чисто для себя вот это все резал, ну это фантазия, это ложь. Просто он идет, как говорится, ну хочет взять на себя всю вину, потому что это не он один там. Там группа людей стоит. И поэтому я не понимаю, я же говорю еще раз, почему именно Алматинская область и Алмата прокуратура не объединились, природоохранная, и не возбудили серьезное уголовное дело. Более того, зоозащитники уверены, что Карасайскому и Толгарскому району стоит объединиться и провести общее расследование. Все это звенья одной цепи, говорит Динаида Тихоновна. По Толгарскому району конкретно, я скажу, что там было найдено с первых уст, когда мне сказали, что более 100 мешков они там были. Вот за вот этот период они вначале не обращались, просто увидят, вытащат, там все спасут. А тут получается, Толгарский район, эти мешки в мешках упакованы, выброшены в быстроток. Карасайский район, только девочки, дом передержки Оксаны Лапериди, они где-то более 100 останков взяли на экспертизу. Для проведения экспертизы, материалы экспертизы приложены к уголовному делу. Если бы они сейчас объединили даже два района, пусть имбекши-казахский, но там конкретно есть тоже материалы, что имбекши-казахский район, отловщики занимаются, убийством собак на мясо таскают. Вот, потому что были инциденты, они даже тут же номера поменяли, чтобы попались они на этом, и тоже видеоматериалы есть. Ну а сам факт, даже сейчас, если мы возьмем Толгарский район и Карасайский район, тут звенья одной цепи. Почему? Потому что там почерк идентичный. Голова, шкура, лапы, хвост. Все, больше ничего нету, внутренности ничего нету. Все еще ведется следствие Толгарь. Здесь летом были обнаружены мешки с останками животных. Как ни странно, в день обнаружения мешков было гораздо больше, чем на следующий день, когда на место приехала администрация района и полиция. Кто и куда их вылез, остается под вопросом. У жителей того района, да, было предположение, потому что куда делось, там были огромные мешки с трупами, с останками собак, но на следующий день их не было. И они, получается, не весь канал очистили. Ну, это как бы предположение. Там по протекторам, ну и так далее, и так далее. Подозрения есть. Но они, конечно же, в этом не признаются, кто забрал и так далее. Зоозащитники сразу же написали заявление о возбуждении уголовного дела по статье 316 пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель. Но в последующем дело переквалифицировали в статью 407 пункт 1. Жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния. Почему правоохранительные органы не увидели признаков уголовного деяния, остается только догадываться. И знаете, что самое интересное? Вот заявление. Заявление было по 316-й. К большому сожалению, получается, экспертиза не была проведена. Вот тоже на каком основании, непонятно. Они на скотомогильник ветеринарной станции увезли, получается, захоронение, а уже экспертизу не стали проводить. Экспертизу какую должна была проводить? Ну, смотрите, там, получается, собака умерла неестественной смертью. Правильно? Там уже это очевидно. Собака была разделана под мясо. Заключение какое-то должно быть, правильно? От экспертов. Хотя бы ветеринарная служба. Допустим, я не эксперт, я не ветеринар. Я прекрасно понимаю, что собака была убита. Убита именно. Она же не по своей доброй воле сказала, ну, можете моё мясо взять, да? Это первое. А второе, куда это мясо делось? Куда оно сбывается? Как нам пояснили ветеринарной службе, останки были вывезены, а территория обработана. Больше в их компетенцию ничего не входит. Что касательно останков самих животных, они, соответственно, ветеринарным санитарным требованием были уничтожены путём сбрасывания ямы Бекера, которая находится в Талгарском районе, в Талдеблаксском сельском округе. Вот. Ну, где-то 4 мешка. Ну, сколько трупов? Потому что нам не удалось. Потому что там очень много костей было посчитать, или как бы нужно было время и специальная служба. Мы так таковыми данными не располагаем, поэтому все останки были собраны и уничтожены. Нурбулат Мамбеков считает, что зоозащитники несправедливо подозревают ветеринарную службу и службу отлова в причастности к этому инциденту. То, что в Карасайском районе, как бы, по словам зоозащитников, это общественная организация же, они как бы набрасываются на органы государственной службы, особенно ветеринарные. Как бы мы задействованы в этом, сотрудничаем. Это буквально неправильная информация, так как, соответственно, с требованиями закона, мы лишь оберегаем людей от нападения бездомных собак. То есть, с требованием последних правил, эти собаки бездомные, они не ловятся. Лишь ловятся те животные, которые, по обращению самих владельцев животных, которые больны или, как бы, ненужны для владельцев. Более того, Толгарская ветеринарная служба сейчас занимается строительством приюта для животных. И строится с силами самих сотрудников, потому что организация, вот, ветеринарная станция районная, они, как бы, сейчас в стадии стройки, вот, небольшого такого территории, закрытого, для содержания большого количества, ну, где-то 50-60 мест будет. Вот тот самый питомник, и вот его пристройка. Как нам показалось, для 50 собак тесновато. К нашему удивлению, ни одной собаки в питомнике не было, несмотря на то, что отлов все же ведется. На вопрос, почему же нет собак, нам ответили. Ну, так бывает. Следствие по делу о находке все еще ведется, но подозреваемых все еще нет. И еще один немаловажный вопрос у меня, как говорится, к правоохранительным органам прокуратуры, природоохранной прокуратуры области, в том плане, почему они категорично не хотят объединить уголовные дела по Алматинской области, это идет полностью Алматинская область, Карасайский район, Толгарский район, и добавить туда еще, до компота, Алматы. Потому что алматинские собаки точно так же оказались в Карасайском районе. Оснований для объединения всех дел достаточно, говорят зоозащитники. Более того, они требуют, чтобы к расследованию подключилась и финансовая полиция. На что уходят бюджетные средства, если должного содержания нет? Вот смотрите, что получается по Карасайскому отлову, да? Возможено уголовное дело. Они проверяют их телефон и проверяют карточки. Никакой взаимосвязи не находят. Отловщиков не отстраняют. Такая же ерунда получается в Толгарском районе. Вот беру пока сейчас. Такая же ерунда получается в Инбекши-Казахском районе. Когда мы задавали вопрос в 2020 году, мы были в Инбекши-Казахском районе, подчеркну. Я задала вопрос замруководителя. Он мне сказал, что убийством, ну, эвтаназией, модным словом, занимаются отловщики. Какой имел право отловщик? Он что, имеет ветеринарное образование? Ветврача нету, получается. Нарушение раз. Толгар такая же ерунда. Изолятора нету. Куда девались собаки, неизвестно. И Алма-Атинская область ровно дышит на этом. Руководство меняется, ничего не меняется. Идем в Карасайский район. Такая же система. Изолятор стоит на территории, которая принадлежит директору ветслужбы Сабребеку Хамитовичу. Условия ненормальные, как говорится, не соответствуют законодательной базе. Но это продолжается. И самое основное, что собаки увозились на мясо, Но отловщики все буквально работают по договору, по найму. И получают государственную зарплату. И почему тут же не подключить аудит, госаудит проверить, куда уходит финансирование, которое выделяется государством на содержание ветслужб. Тоже был инцидент. Буквально недавно в отлове собак кормили, ну, как хрюшек, курей, комбикорму. В городском? В городском. А на что руководство сказало, ну, нам привезли, вот, как бы, дали, ну, почему бы не принять. Вот так вот. Сейчас волонтеры волонтеров не допускают в отлов. Волонтеры проконтролировать не могут. Чем, как собаки. Зоозащитники уверены, проверять надо все службы отлова, включая и городской. У нас, получается, областные отловы не чипируют, чипируют только городской отлов. И там было больше половины собаки из городского отлова с чипами. И даже есть доказательства, есть фотографии, как эти же собаки. Там полностью рисунок совпадает в городском отлове. А городской отлов очень хорошо фотографии делает, между прочим. И как вот мы, вот, волонтеры, фотографировали здесь. Вот один в один фотографии, можете вот так сравнить, это те же самые собаки с чипами. Получается, сюда очень часто возили еще из городского отлова. Вопрос, как собаки из городского отлова оказались на бойне в Карасайском районе, мы задали заместителю руководителя отдела предпринимательства. Ведение этого ведомства городская ветеринарная служба. Мы знаем, что такое бойня была найдена в Карасайском районе в селе Кольде. Это очень печально. Касательно того, что были там найдены именно собаки нашего отлова, по данному факту было нами написано соответствующее заявление в РОП Турксибского района о краже и пропаже собак проведены соответствующие меры со стороны РОПа сотрудников полиции. Также руководство самой городской ветеринарной службы собрало все объяснительные, то есть с охранников, всех, кто был там. К сожалению, есть, скажем, на том месте, где сейчас у нас установлен ПВС, есть немного, это является карантинной зоной, и есть немного, скажем так, малозащищенные ограждения, где, скорее всего, мы предполагаем, злоумышленники украли данные собаки для дальнейшего, скажем, продажи. Но и в такое объяснение зоозащитники не верят. Как могли украсть оттуда собак? Это нереально. Это просто нереально. Это просто фантазия на тему русских оперет. Оттуда вывезти собаку невозможно. Тем более собаки крупные. Просто там была связь. Там работал человек, который в свое время тоже занимался местным собачьим бизнесом. Сейчас он уволился. Он был обычный отловщик. Знаете, я хотел бы по этому поводу еще дополнить, что у нас есть адопция, которую, вы знаете, мы выпускаем, эти собаки это выпускаем и также передаем третьим лицам. Здесь мы сейчас, на сегодняшний день, согласно своему заявлению и тому, что сейчас в Карасайском районе идет разбирательство, сейчас дополнительно пишем письмо, чтобы полное, провели расследование, потому как есть моменты, это может быть и оказаться то, что те собаки, которые были переданы по адопции. То есть вот эти все моменты департаментом полиции Турксибского района будут, я думаю, совместно с Карасайским районом изучены. Информация о собаках, переданных третьим лицам, строго фиксируется. Кому, когда и в каком состоянии была выдана собака. Записываются личные данные новых хозяев. Алматинский отлов работает в каком плане? Животное выдается, животное чипируется, в базу заносятся все данные владельца, владельцы заносятся в эту базу данные, и они должны в течение года, согласно договору, проводить мониторинг. Этого не делается там. Я сколько сама лично поднимала вопрос, так как я контролировала работу отлова Алматинского и Алматинской области, я говорила, почему мы не проводим мониторинг того, что где это животное, где написано, прописано у нас в договоре, что мы должны мониторить. И в случае нахождения себе хозяина, то мы животное обязаны вернуть. Единственное, что изменилось со дня обнаружения находок, так это то, что спасать животных стало затруднительно, говорят зоозащитники. Питомники временного содержания их теперь не пускают, собакам не выдают. Раньше, если ты пришел, они, да, да, проходите, вот собаки выбирайте, там, заполняешь договор, забираешь собаку, в договоре оставляем удостоверение, там, копию своего, все заполняется, куда собаку. У них есть контакты, куда собака отвозится. Ну, вот так мы раньше работали. Сейчас стало сложнее в отлов попасть очень сложно. Охранников, наверное, запугали, им дали задание. Они прям боятся пускать, лишний раз звонят начальству. У меня был случай позже, вчера позвонила женщина с житрегеном. Житреген ходит к Алма-Ате, близко по верхней трассе, но он к красавскому отлову отвозится. Но ей никак попала в отлов. Я ей назвала адрес, куда ехать, она намела такси, рванула искать свою собаку, а собака у нее пропала из дома. Мы так и не знаем, куда она делась. Ей никак, ее пустили. Ей запретили снимать. Сложнее стало попасть и в городской питомник. Более того, почему-то волонтерам запретили делать фотографии собак. Они ссылаются на то, что волонтеры инфекцию разносят. Все. У них обработка идет, не запускают. А волонтеры будут разносить инфекцию, тоже не запускают. К сожалению, так. Подписывайте документацию. Подписали волонтеры документацию. Только волонтеры приходили, смотрели и так далее. Тоже не допускаются. Вообще, сама территория пункта временного содержания является карантинной зоной. Там есть вероятность и, скажем, риски заражения жизнеопасными заболеваниями, как для человека, так и для животных. При посещении ПВС всегда обязательно человек должен быть инструктирован. Ему должны объяснить, как себя вести после того, как он посетит пункт временного содержания, как должен себя обработать. То есть это руки, ноги, те места, которые были открыты, и при, скажем, посещении могли бы контактировать больными собаками и так далее. Чтобы забрать свою собаку, необходимо представить паспорт собаки или совместное фото. Также у каждого отлова есть своя страничка в социальных сетях. Между волонтерами идет обсуждение, что... Да даже не обсуждение, а есть фиксация фото, что те собаки, которые были отловлены городским отловом, они как раз-таки оказались в областном отлове на бойне. Вот как это может быть такого? Ей, получается, есть фиксация фото, а потом отлов они почистили всю свою ленту в Инстаграме. В этом отношении отлов Карасайского района оказался более изобретателен. Надо давать информацию в социальных сетях – будем. А какого качества фото – неважно. Во-первых, фотографии не все, а во-вторых, там, я не знаю, хвост. Как я могу собаку узнать по хвосту? Лапа. Я неоднократно говорила начальству, они раньше тут в Кургане сидели, сейчас в Кунаеве. Пускай нормально фотографируют собаку. Но как мы, население, должно знать, какая собака? Даже если это не хозяйская собака, а человек решил завести собаку, у него питонный суммер, и он решил помочь и взять, например, с изолятор, он не может даже выбрать собаку. Его туда не пустят, по фотографиям там глаз, ухо. Потому что он по уху будет собаку выбирать. Странный случай недавно произошел и в поселке Манбаева Жамбульского района. Здесь зоозащитники обнаружили машину с телами животных. В машине она увидела трупы собак. И там есть видео у нас короткое, потом мы вам отправим. В общем, там лежали трупы собак. Живых собак там не было. На вопрос, почему вы стреляете собак, ну, толкового ответа мы не получили. Позже девушкам пояснили, что в собак не стреляли, а нашли тела в поселке. При этом ветеринарная служба не провела никакой экспертизы, чтобы выяснить причину гибели собак, а просто вывезла их на скотомогильник. По словам Осель, внешних повреждений на телах не было. Внешней пуля от дроби не видно. Их может показать лишь рентген. Собак для экспертизы девушкам не дали. Я попросила показать скотомогильник, и мы поехали туда вместе. Пять трупов там лежали. Но больше там трупов не было. Ну, то есть ветеринария Джамбульского района – это организация, которая непосредственно каждый день, кроме субботы и выходных, ведет отлов бродячих животных. Значит, он мне сказал, месяц назад мы сделали очистку именно скотомогильника. Там все сожгли. Хорошо, у меня есть видео, где он говорит, что 6 ноября, это было воскресенье, мы сделали чистку в изоляторе, я все помыл, собак там усыпили, мы отправили на скотомогильник, туда, куда мы именно приехали. То есть месяц назад они делали чистку, 6 ноября трупы должны были быть там. Никаких трупов там не было, кроме тех пяти собак. Поэтому отсюда вытекает вопрос, куда они дьют трупы собак, которых они усыпляют. Предположения, что в собак стреляли, возникли не случайно. Местные жители не раз рассказывали, что слышали выстрелы. Сегодня, согласно новому законодательству, служба отлова должна поймать собаку, исследовать ее, провести стерилизацию и, если она не несет угроз для общества, выпустить в среду обитания. То он запретил смотреть сам изолятор. Почему? Потому что изолятор был настолько чист, что я бы даже не сказала, что там последние два месяца кто-то сидел. А тем временем есть исследования, которые показали, что жестокое обращение с животными часто замечается в сотрудничестве с другими тяжкими преступлениями, включая преступлениями, связанные с наркотиками, бандитизмом и насилием в семье. Вот если мы говорим про пограничное состояние, то это, конечно, о том, что человек через проявление жестокости к животным он что-то себе восполняет. То есть, возможно, у него есть потребность агрессировать не только на животных, а, возможно, он в целом агрессивный человек и на других людей. Но по определенным причинам он это выразить не может. И то есть человек ищет способы, которые, к сожалению, могут действительно быть ужасными. Мы надеемся на честное и открытое расследование, ведь страдают животные. А у населения есть риск заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями. Мы будем следить за развитием событий. Это была программа «Обо всем без купюр». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова